всем привет привет еще раз короче у нас опять изменения все жизнь все ключом по голове думал сейчас вася придет а он пришел вот ты чушь я помню девочки вот чай наливает там кушать все греют ну а чё на том работе все нет этот зашел в больницу сейчас после работы тоже анализы сдавал девочки кто там какой-то тупо что писали в этих как сказать в комментариях белок большой что мой прикол ну чё шуток то вообще не понимаете что ли понятно что у человека большой белок из-за того что он много мяса есть это так уж прикол был в этот короче чё-то там про почки про восстановление сказать тащи молоко еще а ну короче назначены антибиотики все после этих антибиотиков он пошел еще раз сегодня в больницу после всех анализов короче его зачем-то срочно отправили на икг и после икг выпустили кучу лекарств и вот здесь начинается самый прикол я кручу это чужой диагноз что тебе сказали не знаю но при этом не могу это вообще но при этом так как бы мне там тут уже влезть короче выдали вот такую памятку про холестерин вот так вот выдали алис где дисплидемия повышает риск дислипидемия повышает риск сердечно-сосудистых катастроф а даже две выдали а да две выдали они короче листок ежедневного самоконтроля за какое за каким-то чертом и вот здесь вот прописали его правильное питание памятник пять раз кушать надо да кстати кушать много как бы вы не хотели кушать надо много я говорю ну все у нас теперь меняется концепция опять так как это здесь закрепила меняется концепция да недостаточный вес надо надо поднабрать да немножко поэтому мы сейчас пироженки поэтому мы сейчас это будет не мог банк это просто чаепитие этого просто засели я вот думал чё поэту а а тебя вдруг врач увидит как ты жрешь печеньки эти пироженки но он так со мной доходишь таки я сегодня ему уже одну ну и чё в банке с дворога я была сгущенки схватила зачем-то по акции но она потому что карламанская была карламанский вообще она хорошая да пускай стоит вот знаешь если бы на ней конечно была крышечка клавашечка вот это я бы ее уже открыл раньше карламанская была намного вкуснее чем рогачёва даже белорусская карламан вообще отменный и беру не знаю как и короче вот теперь так ты подожди может подождешь пока глаза не то отсутствие погреется вот смотрите какой вкусный пирожен все покрыто я не знаю мне было вкусно мне ничего не отлетал так сейчас кто пышкой конечно но она у них прилипла полиэтилен это может я так прилепила пока короче девочки вы так вот у нас никаких там особых данных и не видно самозанятые точно точно не платим налоги поэтому я даже пододела старую футболку эти короткую все это исполнилось еще думаю сейчас будем стены корежить но если честно ешь я если честно что-то так страшно даже взяться подними между прочим знаешь что вот здесь ковыряю а там этот смотри как ее называют покраска стена крашена на краску клею да и с ней короче прям со стеной вот так отковыливаешь вместе с краской сыпется стена все отваливается вообще все тут надо штукатурить полностью не знаю но кусками надо точно придать штукатурить меня что-то не видно видно ты просто за клапочкой то сам себя не видишь только нос короче девочки вот так у нас же не мукбанг ешьте себе спокойно мы же просто сидим разговариваем потому что этот хоть показать чем мы вечером тут занимаемся какими глупости много забот какими глупости начал проработать вот и прям страшно-престрашно за этот взяться за стену мне кажется так вот дернешь а вместе с штукатуркой отвалится и придется но с другой стороны пока не дернешь и не узнаешь что придется покупать на зубы заранее купишь она может не понадобится это или что-то шпаклевку чё там шпаклевку шпаклевать стены все равно придется обои тонкие те они перед ним ну вот эти которые самоклеиваются фрезерен нет а их надо или грунтовать стену или это на что сначала шпаклевать потом грунтовать а потом клеить ну шпаклевать это если дыра там образуется а если ты же не знаешь в каком объеме образуется или сейчас дернешь пол стены отвалится или может в двух местах небольшие девочки то есть это разные две шпаклевки вам покупать а так вот дернешь и будешь сад бодро на стеной сидеть и в стену потому что пока при наших скоростях пока мы сподобимся смотрел ты все равно на принципе в локсе дома можно заказать если чё это шпаклевка они домой привозят или ураль тоже есть только не знаю где дешевле и делу лучше но это все надо сравнивать потом надо шпаклевку подобрать чтобы не дорогая была и при этом крепко хорошим но девочки на шпаклевку не занимаются заниматься у нас даже рестораторы и всем заниматься сейчас девочки девочки сейчас чем только не занимаются получу всяких мальчиков все умеет подтвердить вы напишите подтвердить и ремонт обои клеят и мебель сами ремонтируют и красят и переделывают и куда тебе только там мужики вообще непонятно скоро отвалится как ненужный орган это просто а все сами все сами вкусно после работы я читаю моем прямо до этого порядок с удовольствием ну по идее вот это лазанье настолько возишься возишься а с другой стороны девочки те же самые макарошки поход взять макароны взять этот фарш томатный перемешать можно швиром посыпать и получится то же самое ну макарон по флорски очень вкусно почему не а называется красиво лазанье вот так для антуража можно сделать у меня бабушка часто делала нам маленькие когда были макароны по-флорски быстренько разу с улицы прибежишь и с аппетитом прям раз и поел просто вкусно сейчас кто-то пойдет опять главное выписали кучу лекарств ну как кучу 3 уже столько столько уже лекарств съел за последний месяц короче все планы меняются кто-то садится на диету планы я хоть ни одного продавится тогда же мне будет попроще вот даже прочитать не могу это название 3 а ты наведи этот телефон может вам прочитать 136 3 раза в день на месяц на на месяц на три месяца пить короче вот так еще планы меняются будем лечиться садиться на диету перестраивать питание будем полностью как кролики на землю до кого мы обманываем сами себе не ну вот тебе с этим поплохело мы же тебе перестроили питание ты думали что печень тут отвалилась все сразу быстро курица вареная котлеты тушеные все нормально я правда это все не ел с удовольствием ел да ладно короче так себе вареная котлеты вареная котлеты тушеные еще ладно паровые лечу ну курицу прям совсем фу а что ты же кушаешь я и супе не кушаю ну так супе то немножко а когда она постоянно вот тут не знаю мне курица вареная и море и жареные и тушеные мягкое мясо вкусный мир по моему вкусно тебя еще то кто то есть они я наоборот смотрю ну как это может быть вкусно вечно если уже объелся конечно какой-то там этот вопрос в кадр затем врасплох тебя застанет что-то люди спрашивают а где тогда ваши свадебные фотографии где наши свадебные у нас свадьба была никто и не пришел не кто пришел сестра твоя друг твой по моему это марат когда короче расписывались мы по экстренным обстоятельствам не по беременности не а там надо было мы срочно побежали тут нашел знакомую заведующий да и знакомую в общем договорился нас расписали без всяких ожиданий там поскольку надо было ждать до 3 месяца 2 месяца что-то такое ну короче надо было ждать через день уже она быстро а так в принципе я не хотела за него замуж да он собственно особо и зло но я и не хотела короче вот ну и все так же свадьба точно какая свадьба так все получилось так что свадебная фотография если маму мамка приехала не ну мы тогда ходили аленка сидела по с этим с как его называют с ребенком туда даже ребят маленький она сиделась приходила чтобы нам туда сходить точно все по простому да и что там на стол накрывали и в этот что-то совсем ну так дома между собой да вот только близкие бы все у нас не было потому что это не свадьба свадьба такая потому что надо было уже потому что было надо но я с другой стороны вот и современные свадьбы не понимаю молодые люди снимут там 500 человек напьется подерется они через год разводятся все для чего свадьба я понимаю на востоке они там семьи знакомятся друг друга родственника там я марат ислама брак а я ахат там такого добра не только начинают столько денег вбухают кредиты лучше бы эти деньги куда-то там я не знаю в жилье там куда-то путешествия ну свадьба на себя на себя не толку людей кормить как-то на себя нет зачем кормить вот на востоке они подарки дали ну там родственники там окупаются свадьбы хочешь не хочешь а тут-то получается подарки неадекватные ну не знаю что такая родня но так как у нас такого родни не было на родители закидать нас подарками просто не было нет родня была она не такого количества также на востоке допустим много и поэтому из-за много получается много ну как покупать а здесь не там дядя тетик сколько будет если в семье рождается 5 мальчиков 5 девочек нет короче мы нечем и потом уже заслужил так уже за надо но предложение не делать он меня замуж не звал если чё если чё понял да был такой на самом деле так что вот так девочки ничего не вот смотрите вот такой косяк вот это школьное пирожное очень сухое не пропитано ты с лёгки не переводи я тебе замуж не звал а он про школьное пирожное что-то в сторону от жизни ты давай не увиливай нет так и было ладно пойдем мы все ты поел да фактически разборки я пойду чинить в пышке школьное пирожное не покупайте да ладно чё ты чистая я ела нормальное было оно сухое не пропитано а мне было вкусно да да или у тебя может какое-то другое пирожное в одном месте три штуки взяла последний двадцать третий вчерашний ну отсохло нормально у тебя вообще диета все это мне пирожное изгущенка у меня нет диеты я что хочу я себе я себе все все девочки в этот пойдем мы дальше разборку чинить я кто там на ком как же нет вот так вот и было все просто по человеку а сколько таких семей а сколько таких семей ну живут 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 за свадьб за свадьб никаких там свадьб раньше в пример приводили вот иностранцы свадьбы не проводят расписались на метро в ЗАГС и из ЗАГСа больше опять на метро домой еще не я хочу сказать что это ни на что не влияет на самом деле ну по крайней мере в моем случае я как не хотел озаружить так и нафиг надо потому что ну это да это откладывается на как говорится, на самого человека. А я, если честно, боялся, знаете чего, что люди, когда расписываются, долго не живут, а когда не расписываются, живут долго. Ну, как бы такой предрассудок у меня был, что если распишусь, значит, и придется разводиться. Вот, ну, так, какой-то психотип был неправильный. Ну, и на каверку, короче. Да, что отношения у людей портятся после этого, у многих. Не знаю почему. А то ли история какая-то была в голове неприятная, вот это вот, какой осадок был у меня. Короче, как и любой мужик, у каждого мужика есть своя отмазка, чтобы не жениться. Да, да. Вот он измолчал свое. Так и получается. Вот. Так что, вот. И все. Ну, ладно, все, пойдем мы. Ну, ладно, разборка чинить не буду. Надо придумать, как этот хотя бы, ну, блин, не знаю. Ладно, сейчас посмотрим, как попрят. Сейчас надо еще лекарство в интернете. Пока обдернуть-то не будем, да. Потому что я говорю, сейчас дернешь. Посерьезнее, да, подготовимся. И будем потом с ободранной стеночкой. Ну, с другой стороны, когда обдерем, тогда уже деваться не буду будет. Надо будет быстро заклеивать. Еще маленько отрубаются. Сейчас работа... У меня ближе к выходной дернем. Ну, у меня выходные рабочие, как всегда. Да, блин, ладно. Ладно, ладно. Стань чуть-чуть посвободнее. Стань чуть-чуть посвободнее. И дернем. Да, и все. Надо, чтобы ты сверху дернул вот это вот. Дернуть-то недолго. Аккуратно от этого. Мне, кстати, знаешь, что не мне предлагают, а там в контакте вылезает. Одна группа, все, они натяжные потолки, типа, говорят, 10 квадратных метров. Они что-то там, какой-то розыгрыш устраивают. Что, если там победителю, в общем, 10-13 квадратных метров подвесных потолков бесплатно сделают. Я так сижу себе, думаю, рассказать можешь, что я им могу рекламу сделать. За 10-13 квадратных метров, знаете, победителю делают, что бы мне не сделать за рекламу. Хорошие или нехорошие они, может, перестанут потолок. Он как раз здесь сколько, 5-6 квадратных. Надо смотреть. Надо посмотреть, что же ребята причинят. Не знаю, но они мне прямо заколебали, они меня с этим конкурсом. Прямо давайте, сдавайте, когда вы планируете, когда что. Да, да. Ну, короче, я и молчу, молчу. Ничего не говорю. Активная такая реклама. Потому что здесь, здесь уже, я не знаю, вот здесь вот если лампочки менять, надо потолок перетягивать или их так можно поменять? Потому что, вон, да, смотри, на половину вообще вылезли. Ну, они как-то деформировались. Ну, да, они как-то это так, на половину вылезли. Смещения какие-то были. Ну, и здесь установили как-то, ну, вот, я не знаю, надо проверять, конечно. Короче, какие-то рукожопы сделали дешево. Ну, делали по-быстрому, да. Ладно, все, погнали. Все, пока-пока. Пока, девочки, приходите к нам посмотреть. Приходи на меня посмотреть. Приходи на меня. Увидимся.